МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Надзор как фактор безопасности в Чувашии с рабочим визитом находится руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Экономический потенциал и бюджетная политика. Члены правительства обсудили прогнозы развития республики на ближайшие годы. Тепленькая пошла в Чебоксарах, стартовал отопительный сезон. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководством Российской партии пенсионеров. Региональное отделение составляет больше 150 человек. В городах и районах республики работают 7 местных отделений и 2 общественные приемные. Защита интересов людей старшего возраста – основная задача партии. Последние визиты, которые были главом субъектов, мы проговаривали вопрос о программе уважительного отношения к людям старшего поколения. Цель этого национального проекта – ввести термин «права пожилого человека в общую систему прав» и защищать их на российском и международном уровне. Помощь в этом должны оказать в первую очередь органы государственной власти. Глава республики подчеркнул, руководство региона создает разные условия для работы всех политических партий. Рассчитываю, что также эффективно будем взаимодействовать, сотрудничать на общий результат во благо России, во благо, в данном случае, Чувашской республики. Члены правительства обсудили прогнозы развития республики на ближайшие годы. Экономический потенциал и бюджетная политика – ключевые темы расширенного заседания Кабинета министров. Проекты законов рассматривали совместно с главами администрации муниципалитета. Подробности у Дмитрия Ковалева. Предварительные итоги текущего года показывают, что экономика республики пошла в рост. И это дает повод делать амбициозные прогнозы на перспективу. Аналитики считают, что уже в 2018-м инфляция снизится, а индекс промышленного производства будет повышаться. Предприятия республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты и наращивать экспортные поставки. Основное направление – это расширение, безусловно, географии, присутствия нашей продукции на внутреннем рынке. Это активное импортозамещение, которое ставит президент Российской Федерации. Ну и на внешнем рынке – это обеспечение конкуренции, прежде всего, с производителями Китая и Европы. Валовый региональный продукт у нас сегодня по итогам 2017 года должен быть выше 100%, это 100 и 102, 18 – 101,4. И по 1,5%, чуть больше, мы будем набирать в течение следующих двух периодов. У нас есть обязательства, в том числе, по инвестициям, по росту налогов. То есть все эти моменты в данном прогнозе учтены. При таком сценарии продолжат увеличиваться и объемы собственных доходов в бюджете. Сейчас финансовый документ вносит корректировки. Решение президента о реструктуризации кредитов дало регионам пространство для маневров. Восвободившиеся ресурсы направят на решение социальных задач. Более чем 4,2 миллиарда рублей мы должны вернуть в 2018 году. Эти средства мы туда не возвращаем, они остаются здесь. А для того, чтобы сбалансировать бюджет, эти средства мы должны были привлечь сокоммерческих банковских организаций. Федеральный центр предоставит республике бюджетные дотации. Только 25 регионов Российской Федерации получают в 2018 году дотации выше, чем, соответственно, были в 2017 году. Касаясь теперь сбалансированности бюджета, уважаемые коллеги, мы несбалансированный бюджет никогда не принимали. Дефицит на уровне 10%, и это правило определено правительством Российской Федерации. С первоначальным бюджетом 2017 года доходы у нас существенно выросли. И расходы они также хорошим темпом роста. Но по утвержденному бюджету 2017 года доходы составляют 99,6%. Я уже говорила причину, и, соответственно, в течение 2018 года они также будут увеличены на сумму безвозмездных поступлений с федерального бюджета. В следующем году из бюджета республики более 30 миллиардов направят на ремонт дорог, строительство школ, развитие медицины и поддержку бизнес-инициатив. Но главы районов должны сделать ставку на увеличение доходов. Неплохим источником должны послужить муниципальные земли. Это наша собственность. Это собственность муниципалитета. От продажи или до аренды 100% эти доходы остаются на уровне муниципального района или города. В республике даже ничего не вычисляется. Кто должен быть больше заинтересован в этом? Вы должны быть больше заинтересованы в этом. Бюджет на трехлетний период члены правительства одобрили. Теперь стратегический документ должны утвердить депутаты. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. Очередную коллизию создали на вчерашней сессии члены партии «Справедливая Россия». Они отказались от предложенной должности депутата на освобожденной основе. В качестве жертвы вновь выступил Игорь Маляков. Похоже, Игорю Юрьевичу понравился образ вечно обиженного депутата. В свое время ему не предложили должность заместителя председателя комитета по экономической политике и агропромышленному комплексу. Сейчас он отказался быть депутатом на освобожденной основе. Возможно, дело в существенной разнице в окладах. Но Игорь Маляков везде подчеркивает, что дело не в этом. Не позволю себе даже намека на то, что на следующий день издевались бы над нашей организацией, над нашей партией. Говорили, ну вот, купили, допустим, Малякову. Не купят. Поэтому я отказываюсь. Я еще раз официально отвечаю, что я отказываюсь занять эту должность. Трудно понять, о каком издевательстве шла речь. Но с тем, что у партии безоговорочное доверие избирателей, не согласны некоторые депутаты. Избиратели вам не верят. Потому что ни в одном из избирательных автоматальных округов вам не удалось удержать победу. Здесь ваша роль, она где-то как-то немного затеряна в песках. При всем моем глубоком уважении, Игорь Юрьевич, вот даже небольшой анализ показывает, что вы не готовы к этой работе. Я буквально хочу привести несколько примеров насчет готовности работать в том или ином комитете, способности, желания работать и вообще, так сказать, эффективности этой работы. Я всю эту информацию черпаю из вашего блога. В конце прошлого года к вам, к примеру, обратились избиратели Марпасадского района. О том, что они жалуются, что здание бывшей школы выставлено на аукцион. О том, что это не Гожа, это памятник объеку культурного наследия и так далее, и так далее, и так далее. На что вы целый ряд организаций обращаетесь, это ваше письмо, вы адресуете. Какие же адреса? Коллеги, послушайте. Вот Юрий Михайловский слов начинает загибать свои пальцы. Я боюсь, что их у вас на двух руках не хватит. Прокуратура Чувашской республики, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Администрация Марпасадского района, Минкультура России, Минкультура Чуваши в 13 адресов. Вы представляете, что это такое? Вы чем, простите, занимаетесь? Говоря о соблюдении законодательства федерального и республиканского, депутат Справедрос весьма некорректно высказался о работе прокуратуры в этой области. Я не хочу думать, что Государственный Совет стал настолько великим, что он позволяет себе вытирать ноги от федерального органа власти. Прокурор Чуваши Василий Пословский, который присутствовал на сессии, решил лично ответить депутату Государственного Совета. Конечно, нужно соображать, кто об кого ноги вытерет или еще что-либо сделает. Поэтому я вас попрошу на следующий раз, так корректнее Вас, Игорь Юрьевич, тоже с умом и исходя из своего правосознания. Я понимаю, конечно, что для некоторой категории населения закон бывает не писан. Но именно беря пример с таких вот выступлений здесь, некоторые господа, граждане или еще как их там можно назвать, потом и пишут, кого куда, за что и почему. И не отдают вроде как себе отчет во всем этом. Это до поры, и в Чувашской республике тоже до определенной поры, всему свое время. Очень жаль, что для Игоря Юрьевича деятельность в законодательном органе воспринимается как борьба за должность, а не как работа на благо избирателя. Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашии под руководством начальника ФСБ генерал-майора Сергея Сафронова проведен завершающий этап антитеррористического учения по пресечению условного террористического акта. Согласно замыслу учения, группа условных террористов захватила заложников на стадионе Олимпийский в Чебоксарах и выдвинула ряд политических требований. В случае их невыполнения преступники угрожали привести в действие самодельные взрывные устройства и убить заложников. В сложившейся обстановке штабам принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима. В рамках учебной контртеррористической операции реализованы первоочередные меры по обеспечению безопасности жителей города, спланирован и проведен комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобождению заложников. В условиях, максимально приближенных к боевым, действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в тактико-специальном учении, получили положительную оценку руководства штаба. Будем считать, что цели учения достигнуты. Как руководитель я в целом положительно оцениваю результаты учебной контртеррористической операции. Все замечания и предложения необходимо учесть в ходе планирования мероприятий по подготовке сил и средств. Объявляю отбой. Всем спасибо за работу. Сегодня в Чебоксарах стартовал отопительный сезон. Правда, пока только для социальных объектов. Тепло дали в детские сады, школы и больницы. Где батареи поцеплели, а кому еще придется подождать, выясняла наша съемочная группа. В Чебоксарской школе номер 47 тепло дали сегодня утром. Сейчас тут плюс 19 градусов. Батареи горячие. Дети одеты по-разному. Кто-то совсем легко, а кто-то по привычке в теплой одежде. В наших кабинетах в школе было очень холодно. Когда дали отопление, стало тепло, мы все рады. Теперь мы не ходим в шарфах и в куртках. Готовиться к отопительному сезону в Чебоксарской школе номер 47 начали еще с весны. Установили автоматизированную систему учета тепловой энергии, покрасили трубы. Автоматизированная система учета позволяет в межсезонье экономить учет тепла. Мы впервые в этом году используем ее. И я думаю, что она автоматически будет подавать тепло в зависимости от того, какая температура на улице. И создаст нам комфортные условия для обучения в классах. Пускать тепло в соцучреждения, когда становится холодно, а не когда уже все замерзли, начали во многих городах России. Эту инициативу поддерживают и в нашей республике. Всего у нас подготовлено 123 детских сада и 61 школа. То есть все 100% учреждений до 15 сентября были готовы. Поэтому сегодня с утра мы начали осуществлять пуск тепла. На 11 часов у нас было запущено уже 50 учреждений. В целом по республике подготовка к подключению отопления идет в плановом режиме. До выходных чебоксаров тепло должно появиться и в жилых домах. Олесь Русакова, Александр Петров, Республика. Женсовету Республики исполнилось 90 лет. На заседании, посвященном этому событию, выбрали и нового председателя общественной организации. Многие годы идейным вдохновителем Союза Женщины Республики была Ольга Зайцева. Именно она начинала многие проекты и программы, благодаря которым Женсовету удалось сделать очень много для укрепления института семьи. Новый председатель им стала заместитель министра образования и молодежной политики Алексина Федорова. Обещает, что все начинания будут продолжены. Все проекты, которые были начаны Ольгой Юрьевной, они, конечно, все будут продолжены. И постепенно, по мере необходимости, какими будут актуальны будущие вопросы, мы будем реализовывать их. Это, конечно, дети, семья, это женщина. То есть все те обстоятельства, которые приводят к трудности кого-либо. Те жизненные обстоятельства, которые ставит человека перед выбором, например. Это болезнь человека, это женщина, которая вышла с места совершения свободы. Это трудные жизненные ситуации, связанные с материальными какими-то вопросами. Сегодня в России отмечается День воспитателей дошкольного работника. В Чебоксарах, удивительную страну детства, сегодня создают более 6 тысяч работников детских садов. Это воспитатели, музыкальные, медицинские работники, логопеды, повара. День воспитателей в России начали отмечать 2004 года. Дата празднования 27 сентября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1863 году в Петербурге открыли первый детский сад. Основателем его стала Аделаида Семеновна Симонович, русский педагог, человек с незаурядным энтузиазмом и фантазией. Тогда в детский сад брали детей 3-8 лет, с ними проводили различные игры, занимались конструированием и даже преподавали курс родиноведения. Вначале дошкольные учреждения в России были рассчитаны только на детей состоятельных родителей. В 1868 году в Петербурге был открыт первый бесплатный детский сад. А с 1918 года дошкольные учреждения стали частью государственной системы просвещения. Сегодня в Чебоксарах поздравления принимали и ветераны дошкольного образования. В их адрес звучали самые теплые пожелания и слова благодарности. Василий Воробьев, Степан Максимов, Федор Павлов. Эти люди стояли у истоков зарождения национальной музыки в начале 20-х годов прошлого столетия. Произведения известных композиторов исполняют до сих пор. В Национальном музее прошел вечер памяти. Уникальные люди, уникальные биографии. Они родились в обычных крестьянских семьях, но всю жизнь посвятили развитию культуры родного края. На выставке представлены фотографии и документы из семейного архива композиторов, копии рукописей музыкальных произведений, нотные сборники, музыкальные пластинки и инструменты. Им повезло, что они попали в Яковлевскую, Симбирскую, Чувашскую учительскую школу. А там, как мы все знаем, у Яковлева было хорошее направление. Если человек способен, ему давалась возможность заниматься и музыкой в том числе. Самый яркий, самый одаренный, безусловно, это Федор Павлов. Они все талантливые, но каждый по-своему. Музыку Федор Павлов любил с детства. Его отец был хорошим певцом и танцором, играл на гуслях и знал много народных песен. Федор Павлович за свою, к сожалению, короткую жизнь обработал и продлил жизнь более 600 чувашским народным песням. Композитор, дирижер, педагог и фольклорист Василий Воробьев собрал свыше 800 и на их основе создавал хоровые сочинения. Песни и обработки, ставшие необыкновенно популярными не только в Чуваше, но и в России. С детства хромой, слабой здоровьем. Он обладал от рождения отличным голосом и тонким слухом. Простая гармошка стала для него путевкой в жизнь. Степан Максимов, композитор-фольклорист. Музыку назвал самым утонченным видом искусства. Почти все известные песни композитора основаны на музыкальном фольклоре родного народа. Такие выставки организованы не только здесь. Это по всей Чувашии чествуют наших великих композиторов. Они действительно великие. Ну вот, ну как бы в жизни чересчур принизили что-либо это слово «выдающийся». Если кто-то что-то одно произведение там спел или сыграл, все это «выдающийся». Не совсем так. Это со временем мы определяем, кто есть кто. И поэтому они своим творчеством, своей жизнью они доказали, настолько они народные. Выдающиеся чувашские композиторы оставили богатое музыкальное наследие. Рукописи, особенно музыкальные, как известно, не горят. Они вместе со своими творцами продолжают жить в сердцах людей. Галина Титарчук, Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Обменные гастроли для региональных театров – дело привычное. Но передать все краски сценического волшебства редко удавалось из-за отсутствия родных декораций. Перевозить их за сотни километров было очень затратно. Поддержка из федерального бюджета в корне изменила ситуацию. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодежи» Марийский театр привез в столицу Чувашии сразу три детских спектакля – «Гадкий утенок», «Приключения Чиполина» и «Вишневый сад». Смотреть другой театр, другие спектакли – это всегда очень интересно. Чем отличается Марийский театр? У них всегда очень спектакли трогательные, нежные. Они умеют работать с детской аудиторией, чувствуется любовь к детям, к этой аудитории. Ну, наверное, в театре детском можно работать только так. Дружба между Марийским и Чувашским театрами завязалась давно. Соседи приехали в театр юного зрителя уже в третий раз. В этом году, благодаря оригинальным декорациям, спектакли выглядят иначе. А сценические образы, созданные актерами, вызывают бурю детских переживаний. Я сегодня сидел в первом ряду в зале, фотографировал и обращал внимание, как смотрят дети. Это были четвертые и пятые классы. Спектакль «Гадкий утенок», как мне кажется, очень удался. Зрители были очень внимательными, сопереживали герою. Маленькая девочка сидела и плакала. Ну, похоже на этого «Гадкого утенка». В жизни когда-либо мы с этим сталкивались. Или нас обидели в детстве, или в садике, в школе. Но эта сказка учит преодолевать вот эту обиду, приходить эту грань и не превращаться в жесткого, в жестокого человека. Уже в следующем месяце чувашские артисты поедут к соседям с ответными гастролями. Для марийских зрителей они приготовили спектакли «Недоросль» и «Репка». В рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» запланировано показать более 800 спектаклей в 77 городах России. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Арена Гавилян, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин